Еще раз здравствуйте, меня зовут Константин Новаковский, я работаю в компании Selectel. И я вам расскажу немножечко, потому что времени мало, а рассказывать там на самом деле очень-очень много, про такой замечательный инструмент как Ansible. Ansible это такая штука, что-то сломалось, ну ладно, там все равно на следующем слайде написано, что я буду рассказывать историю. Да, немного историй. Ansible изначально, название Ansible взято из рассказа какой-то американской писательницы, я к сожалению забыл как ее зовут, научно-фантастический рассказ, и Ansible это было средство для быстрой космической связи, так сказать, быстро с кем-нибудь соединиться, что-нибудь там рассказать и так далее. Вот, в принципе, этот инструмент выполняет как раз такую задачу, быстро с чем-нибудь связаться, передать конфигурацию, сделать еще что-нибудь, задеплоить, много всего. Вот, почему Ansible и немножечко его истории. Основной разработчик Майкл Дехан, он известен тем, что в свое время делал Коблер и был лидером этого проекта, потом он немножечко поработал project-менеджером небезызвестной компании Puppet, да, или как она правильно называется. Я так понимаю, что что-то ему в текущем положении делал, в управлении инфраструктурой, тепло и так далее, не устроил, и он решил сделать свой велосипед. Велосипед, надо сказать, получился очень быстрый, легкий и, о, да, простым, простым, понятным и много-много еще замечательных эпидетов. При этом он сразу начал писать документацию и писать очень-очень хорошо. То есть, когда пытаешься разобраться с этим инструментом, открываешь документацию и понимаешь, что, в общем-то, гуглить-то тут и нечего, по большому счету. Ну, если, конечно, вы знаете английский язык. Вот, его замечательные плюсы. Работает без агентов на управляемых узлах. Это обычно кто-нибудь пользовался, папетом, шефом, чем-нибудь еще. Ага, вот там, да. Собственно, основной способ взаимодействия узлов с сервером для того, чтобы развить конфигурацию, то есть, сам сервер, на котором установлен агент, идет, ходит там по какому-то своему протоколу к серверу конфигурации, говорит, спрашивает, что делать. Ему говорят, делай то-то и то-то. Окей, хорошо, сейчас попробую что-нибудь сделать. Ну и, соответственно, там у него получается, не получается и так далее. Потом, может быть, куда-нибудь расскажет, что у него получилось или не получилось. Вот, а если было, работают немножечко по-другому, то есть, у вас есть машина, любая, хоть ноутбук, об этом позже, у которой есть… ой, что-то я забегаю вперед. Давайте остановлюсь на том, что он работает без агента. В качестве основного способа соединения у него SSH. В чем плюсы SSH? У кого-нибудь возникает вопрос, в чем плюсы SSH? Понятно. Да, соответственно, не требует ничего дополнительного. Все равно на всех серваках все равно есть SSH. Понимает SSH кофиг. Я это отдельно выделил, потому что очень часто бывает так, что у нас есть где-то машина, в которую мы можем попасть через какую-то другую машину, на которую мы тоже можем попасть еще через какую-нибудь машину. Но вот если у вас в SSH кофиге уже заранее прописаны дополнительные параметры SSH прокси и так далее, то оно все это понимает из коробки и не задает дополнительных личных вопросов. Но при этом SSH можно заменить любым другим транспортом, написать свой скрипт, сделать свой велосипед и все в этом духе. Как установить Ansible? И почему сервер может быть хоть на ноутбуке сервером управления? Все, что нам нужно, это установить непосредственно сам пакет Ansible. Можем через PIP, EasyInstall, Abget, PGG, портов FreeBSD, Aura, Namagasin, через Brue. Множество вариантов установок. Все очень просто. Почему все очень так просто? Потому что в зависимости у них всего лишь Python 2.6. Я думаю, сейчас мало найдется вообще машину, где нету Python. Хотя бы 2.6. Старый? Да, 2.6. Ну? Это жесткая зависимость? Нет, это не жесткая зависимость, это минимальная зависимость. А если там 3.2 будет Python? Я думаю, что с 3.2 Python он тоже нормально выживет. Я, конечно, не пробовал. Можно на переломы ставить эти ветки, где-то на ватной сместимости, и когда-то возьмут. Но они стараются. Ну, это уже отдельный вопрос. Зависимости и так далее. Зависимость их еще по YAML. YAML это достаточно простой, я не знаю, язык описания чего-либо. Все что угодно. Выглядит просто, лаконично и очень понятно. Jinja 2. Шаблонизатор. Шаблонизаторов есть много, но они выбрали вот именно этот. Парамика, как эта библиотека для работы с SSH, если вкратце. Ключевые элементы у Ansible. Это список узлов, с чем мы будем работать, куда заливать конфигурацию. Задачи. Это, например, создай пользователя суперадмин с таким-то паролем и сгенерировать для него SSH-ключ. Отдельно соответствующий пример будет впереди. И плейбуки. Плейбуки это просто набор задач, которые связаны, описаны последовательно. Сначала создай пользователя, потом сделай еще что-нибудь, потом может удалить пользователя. Не знаю, что еще. И роли. Роли я немножечко так сереньким выделил. Видно их, к сожалению, плохо. Потому что это, в общем-то, не совсем ключевой элемент, но очень сильно помогающий. То есть, когда мы пишем плейбук, скажем так, плейбук. И задача этого одного плейбука развернуть, например, Nginx с нужными параметрами. Соответственно, Nginx это будет роль. Сервер, роль Nginx. Там крутится Nginx. Вот такая вот диаграммка, как все это работает. Вкратце. То есть, у нас некое есть Python API, приложение Ansible, модули. Почему задачи не имеют? Там была задача слэш-модули. Потому что все эти задачи, например, работа с пользователями, это является модулем. Модули есть безумное количество. Батарики в комплекте. Для работы, не знаю, модуль для работы с пользователями в системе, модуль для работы с LVM, модуль для работы с ZFS, модуль для работы с OpenStack. Прямо бесчисленное множество на все случаи жизни. Как, собственно, происходит весь процесс? У нас есть некий инвентарь. Я, честно говоря, долго думал, как по-русски это обозвать. Этот инвентарь вроде не совсем подходит. Так, группа Музлов. Группа Музлов. И написал памятник. Вот так вот примерно выглядит файл с описанием нашего инвентаря, нашего списка узлов. Соответственно, в квадратных скобках название группы узлов и перечисление самих узлов. Здесь можно использовать как имена, так и хостнеймы, так и айпишники. Если айпишник, например, у нас отличается от хостнейма, то есть, может быть, мы вообще в дальнейшем будем использовать этот хостнейм, но пока там, не знаю, на DNS серверах не прописан, можно через дополнительные параметры прописать его айпишник, можно указать порт, можно указать еще много-много-много параметров, в том числе и указать, будем работать через SSH, или, может быть, мы будем еще как-нибудь работать, а может быть, это у нас не настоящий какой-то узел, которому нужно пойти по SSH, а это может быть какой-нибудь SSH. Такое тоже может быть. А я завернусь только в код, не для этого? Для чего? Я считаю, что это порочная практика, что-либо вообще в Result.com писать. Ну, это как-то, как минимум, непереносимо. Можно, конечно, каждый раз ручками переделать. Но никогда у вас больше 10 машин. Так, в другую сторону. Задачи модуля. Собственно, здесь сразу можно увидеть яму. Достаточно просто и понятно. Идет описание задачи. На всякий случай пишем name. Задачу мы удалим на косте. Ansible по умолчанию всегда пишет в syslog все, что он сделал. Для дальнейшего аудита и на всякий случай. То есть, если что-то пошло не так, на вашей машине оно ничего не выдало, влог не записало, но можно посмотреть еще, пойти на сам удаленный узел и посмотреть syslog, а что же оно там сделало или что же оно там не сделало. Это набор задач, которые, в принципе, можно назвать все вместе плейбуком. Задачи модулей есть разные, да, работа, например, с саптом. Там установить такой-то пакет, передать на удаленный узел файл, положить его в нужное место с нужными правами доступа и отдельно. В случае, если, я забыл об этом упомянуть, все эти модули имеют, точнее, умеют определять состояние. То есть, если у нас не было этого файла в нужном месте, или он там был, но был какой-то другой, или у него были другие права доступа, это значит, что после выполнения задачи, да, ее состояние будет как изменилось. Если файл уже именно тот, который нужен, он там уже лежал, с нужным правами доступа, значит, задача, ну, в результате выполнения задачи, состояние не изменилось. Если состояние изменилось, мы, соответственно, пинаем некий, так сказать, обработчик, который называется перезапустить, как в данном случае, к вагу, да, некий сервис или еще что-нибудь. А напрямую с башем он может работать? Более того, если по какой-то причине, то есть, как он антипл работает, да? Он копирует маленький кусочек модуля со всеми необходимыми правами, со всеми необходимыми параметрами и запускает его на удаленной машине. Ну, что-то типа того. Ну, вдруг у вас, соответственно, выполняется модуль на питоне, может быть, не на питоне. Нужно, чтобы на удаленном узле был интерпретатор питона или любого другого языка, на котором написан этот модуль. Потому что модуль можно писать не только на питоне, можно написать на чем хотите. Вот, собственно, к вопросу, можно ли это написать на баше, да. Можно написать на баше. У него есть отдельный модуль RAV, когда он просто устанавливает соединение и просто выполняет некие команды. То есть, если мы хотим, допустим, законнектиться там на коммутатор и выполнить на нем какие-то команды, он может это сделать. Нет, в смысле есть такой, который другой логин shell стоит. Если другой логин shell, да без разницы. Нет, ну, например, если хочется выполнить именно баше, а там может быть ставить логин shell false. Ну, я, честно говоря, вот так вот не экспериментировал. Теоретически оно не должно, наверное, вообще ничего сделать. Ну, я думаю, что... Часто у вас такое... Чисто гипотетически, ну, как бы многое может произойти. В основном, с Сашей, в данном случае. Да, да. Ну, я не знаю, как что должно произойти, чтобы это было. Кстати, а вот в этом плане действительно небольшой недостаток. У некоторых провайдеров, особенно в глубинке, это Саш недоступен. Что значит недоступен? А вот невозможно подключиться к пояса Саша. Там, мне не поймут, что есть Саша конкретно, вот у меня в таком... Это ТАС на правопригодность просто, не более того. Мне не подключиться к пояса Саши вообще. Значит, обернуть вас что-нибудь. Ну, давайте оставим эту тему на потом. Обратите внимание на последнюю задачу, да? Что она делает? Она загружает шаблон. Точнее, формирует файл конфигурации на основе шаблона. Собственно, вот такой вот шаблончик, оно и заливает. Здесь у нас квага, это такой программный, не знаю, роутер, что ли, как его правильно назвать, который может работать с маршрутизацией, установленной PGP-сессии, SPF и все остальное. Поскольку мне нужно было разлить на множество узлов с абсолютно разными провайдерами разлить ковару, установить с ними либо PGP-сессию, либо SPF-сессию, я написал небольшой шаблончик. Все параметры я вынес для каждого узла в отдельные файлики. И когда плейбук, так сказать, отрабатывался, он ходил в эти файлики, смотрел переменные и подставлял в шаблончики. В результате за 10 минут, каких за 10? За 2 минуты, за 1,5, я получил 10 установленных SPF-сессий. Справа я, и мог уже анонсировать какие-то свои сети. Там был простой шаблончик. Вот здесь представлен намного посложнее. Unbound — это такой рекурсивный кэширующий DNS сервер. Собственно, когда создаете переменные, переменные могут, возможно, нет. Что-то забыл я положить, как это выглядит конфиг в оригинале. Переменные могут быть вложенными, массивами и так далее. То есть мы пишем, у нас был массив Unbound Configuration, в котором лежали какие-то еще переменные ключ-значения. И вот форум, по ним проходимся, называется цикл. И циклом добавляется переменный конфигурационный файл. Собственно, наверное, на этом можно и остановиться, рассказывать о шаблоне. Но не обязательно Ansible использовать как плейбоки. Иногда нужно, елки-палки, в данном случае, надо сбросить, почистить кэш DNS-рекурсора, что клиенты почему-то на Яндекс не в ту сторону пошли или еще что-нибудь. Яндекс был неожиданно недоступен. Такого, наверное, не бывает один раз. Владимир. Вот. Надо почистить зону. В данном случае я скопипастил три рекурсора. Вывод с трех рекурсоров. Нам нужно выполнить на множестве узлов какую-то команду. Мы пишем Ansible. Вот на этих узлах в этой группе выполни, например, что-нибудь такое. Просто shell. Просто команду. Он выполняет и говорит, что получилось, что не получилось, и выдает нам, что было в std.out. Если команда, соответственно, вернула с кодом возврата не ноль, а единица, он, соответственно, еще и красненьким отсветит и говорит, о, тут что-то не тот. Вот. Соответственно, использовался модуль shell. Вместо модуль shell можно использовать любой другой модуль, в том числе вот примерно такой же одной строчкой создать какого-нибудь пользователя на всех узлах. А вот здесь мы на всех узлах создаем логический томп. Да? Да. В LVM. Я специально отметил здесь change true, здесь change false. То есть на одном он уже был. Да? Там, где вот здесь вот дмс2xn.com этой группы не было. Или, может быть, она была, но была другого размера. И он изменил размер в том числе. Наиболее такой приближенный к реальности playbook. Вначале мы указываем в шапочке с какими хостами мы будем работать, от какого пользователя мы будем ходить к этим узлам и какие роли, ну, в данном случае роль одна будет применена на эти хосты. Вот этими вот сколько тут пять строчек мы поднимем, установим и настроим постгсql и скажем ему слушать вот там на двух адресах, да, на local хосте и на хосте и на афишнике по умолчанию, который используется на данном сервере. Тут для того, чтобы определить, на каком айпишнике сервер слушает по умолчанию и вообще, как этот айпишник определяется, очень интересно к хосты на самом деле. Я нашел в восходниках Hansible, они делают tipe.rode.get на 8.8.8.8.8 как бы и смотрят, через какой айпишник оно туда пойдет. Что тут будет через вечер? Ну, тут как бы вот тут до гугла-то они не ходят, но просто смотрят, куда оно пойдет. Это могло следить от нас? Да, да. Там может быть любой другой на самом деле айпишник, но они решили почему-то это. Собственно, дальше мы выполняем просто какие-то задачи, то есть мы установили Postgres и дальше мы говорим на узле давай-ка через суда от пользователя Postgres в самом уже Postgres создай нам пользователя ландиста юзер для того, чтобы там не знаю, настроить наверное репликацию с помощью ландиста. И задать соответствующий этому пользователю уже Postgres или соответствующие права. Что он может, что не может. Мы можем также не просто выполнять задачу на конкретном узле. Мы можем также при обработке задачи при работе с выполнением задачи для определенного узла определить, что вот именно эту задачу для этого узла сделай в каком-то другом месте. То есть в данном случае мы добавляем пользователя SuperAdmin и запоминаем его генерируем в том числе для него SSH-ключ сохраняем его в переменную UserCredentials и в следующей задаче уже на другом узле мы для этого же пользователя предполагается что даже кстати если пользователя там не было он его создаст для этого пользователя добавляет как он авторизм хост как он называется публичный ключ пользователя которого мы создали на предыдущей предыдущей задачи то есть достаточно удобно и просто создали контроль выполнения как раз бывает так что не существует еще пока модуля для работы с какой-то конкретной штукой нам нужно выполнить сделать небольшой костыль выполнить шалкоманду но мы для того чтобы сохранить вот эту возможность изменилось состояние или нет мы дополнительно описываем есть дополнительные переменные не переменные полагины наверное для того чтобы проверить состояние то есть в случае если fail then в этом условии будет true то соответственно оно скажет ой чувак что-то не получилось давай давай пересмотри что мы там делаем и попробую еще раз может я что-нибудь неправильно написал по умолчанию если модуль шела результате выполнения модуля шела команда вернула код возврата был не 0 а единица или больше оно сразу скажет ой какая-то ошибка в данном случае когда мы создаем индекс утилита по SQL как раз и говорит извини индекс уже создан код возврата единицы оно сказало вернуло нам ошибку по умолчанию и выполнение плейбука приостановилось для того чтобы это не произошло мы сохраняем вывод вывод этой команды и отдельно проверяем условия failed действительно было что-то плохое или оно нам просто написало что уже создан и точно так же мы проверяем изменилось состояние или нет так же есть циклы и условия в задаче например у нас есть одна задача но нам нужно выполнить с несколькими объектами эту задачу в данном случае наверное я перестарался но тем не менее все что сейчас тут написано делает следующее оно выполняет вот команда qubit.road для того чтобы добавить маршрут в брокер оно проходит по всем остальным берет список узлов вид items список узлов просто некий список узлов который в группе qubit.remotes и для каждого этого узла выполняют на текущем узле команду в итоге у нас получится что на каждом после выполнения плейбука с этой задачей на каждом узле будет такое от любвида кубиду с каждой с каждым маршрут в итоге получится меш с брокером для того чтобы не писать все каждый раз заново кто-то уже написал и поделился для этого есть у нас Ansible Galaxy штука достаточно молодая не знаю наверное может быть полгода но уже достаточно насыщенная и готовых ролей там уже много то есть пост я бы сказал что там такая социальная модерация то есть ты можешь зайти посмотреть и за все роли опубликованы роли по сути это фронтенд такой гитхабу на самом деле роли по факту лежат на гитхабе при этом Ansible Galaxy выполняет роль того чтобы каталог ссылок на эти роли с небольшим диверсионированием с рейтингами что автор молодец автор не очень молодец да роль хорошо написана роль не очень хорошо написана соответствует ли она каким-то не знаю критерием хорошести или нехорошести очень грязный плейбук и потом я думаю что кто ну я не знаю кому кому это нужно более того она все-таки умеет версии и поэтому желательно когда говорите скачай ко мне вот честно говоря не встречался с такой возможно но да да то есть можно ему указать что бери конкретную версию роли вот это раз и второе я на самом деле не сильно рекомендую то есть вы скачали роль да проверили что она работает и оставьте ее у себя не надо ничего трогать да не надо изменять состояние увеличивать энтропию помнится на предыдущем инвестифесте Владимир да рассказывал про графит я подумал блин хочу графит хочу попробовать я набрал антиблаковых инсталу джимар тенграфик и написал вот такой маленький плейбук где большую часть плейбука занимала куда вы хотите раскатать он прям в консоли будет задавать эти вопросы работать через суды и нет вкладного сигнала писать плейбук и раскатать все я уже смотрю на графит рекомендую хранить всю конфигурацию которую вы написали в том числе список хостов с которыми вы работаете все в гите на самом деле гид я что-то как-то в системе контроля версий потому что кому-то гид не нравится бывают такие люди для версионирования ну и чтобы вы там куда-то не знаю на общий сервер компании залили репозиторий и он там и все это там лежит никуда не потеряется не надо держать себя все время на ноутбуке вот соответственно в параметрах может лежать могут лежать пароли или еще что-нибудь да ну множество всего для этого чтобы не стесняться все это положить в гид было придумали Ansible Wall собственно что он делает он шифрует указанные вами файлы с указанным вами паролем по-моему правда там IES какой-то используется но суть в чем после этого в принципе можно уже менее опасаться что кто-то нехороший там залезет в репозиторий внутренний скачает и сделает что-то плохое страшное и вы потеряете много-много денег соответственно чтобы запустить выполнить плейбук в котором используются какие-либо зашифрованные файлы нужно при запуске плейбука указать ему типа спроси пожалуйста пароль для того чтобы расшифровать нажимаете Enter он спрашивает введите пароль вводишь пароль и дальше оно все выполняется соответственно возникает вопрос да что я должен все время с ноутбука что ли все это выполнять или еще нет вы можете развернуть сервер да чуть дальше точнее вообще нет такого слайда вы можете развернуть сервер непосредственно в нужном месте выделить для этого виртуалку сложить туда все эти плейбуки с Ansible Ansible достаточно очень приятный вообще код и очень легко с ним работать то есть вы можете спокойно либо точнее у вас есть два варианта вы можете купить официальный официальную вышечку в AppBasedMord и там нажимать кнопочки раскатай не раскатай там сделай еще что-нибудь либо вы можете не знаю просто покромный его там на сервер где-нибудь вызывать но соответственно в этом случае если конфигурация расшифрована да то вам потребуется как-то расшифровать находишься туда каждый раз для этого они придумали специальный параметр я это почему-то не упомянул в слайдах можно указать файлик который запустится и передаст Ansible ключ то есть там не знаю ваш скриптик может там куда-нибудь сходить получить ключик еще раз там этот ключик расшифровать и передать его в Ansible то есть все очень достаточно гибко и сильно вопросов не вызывает я почему-то назвал инфраструктуру почему Ansible можно управлять инфраструктурой оно реально из коробки работает с OpenStack там не знаю с Amazon с Аистой с Juniper в принципе можно в Juniper есть официальный модуль для работы со своим оборудованием с Junos это кстати в отличии то есть в данном случае с Ansible если вы хотите управлять сетевым оборудованием то вся логика которая будет передаваться оборудованию будет лежать где-то у вас на отдельном сервере не на сетевом оборудовании в случае с Puppet например им тоже можно Puppet можно управлять Junos но для этого вам нужно будет прямо в оборудовании агент Puppet установить ну я честно говоря может быть это религиозные какие-то проблемы чувство самосохранения скорее я как-то не хочу устанавливать моду Puppet прям коммутатор роутер страшно как же мой домашний компьютер да можно управлять домашним компьютером как бы Ansible более того у меня есть отдельный плейбук который разворачивает одинаковое окружение как у меня дома так как у меня на работе легко и просто моя конфигурация переносится и я ничего не теряю устанавливаются всякие java sublime и ижи с ними документация docs ansible.com пожалуй это все можно воспринимать просто как книжку такое большое большое how to то есть лучше чем там на самом деле больше нигде не найдете возможно есть какие-то отдельные нюансы какие-то там совсем уже но наверняка про это уже написали либо в списках рассылки либо это прокомментировано прямо в коде не надо стесняться идти в код и посмотреть ну как бы ну посмотреть что же там на самом деле происходит оно там очень понятным языком написано с комментариями и очень красиво собственно если у вас есть вопросы задавайте да вам не обязательно выполнить туртап вы можете ходить каким-нибудь другим пользователем задавать для этого пользователя пароли прямо у себя не знаю где-нибудь в списке хостов вариантов на самом деле множество то есть вопрос безопасности или да кто демона нет нет у него нет никаких агентов он ходит по SSH и делает то чтобы вы безансибла наверное делали просто ручками SSH Sudo Up Get Install Sudo Vim GTC Nginx чего-нибудь он все это делает сам пароль множество вариантов как это можно сделать может можно хранить пароль в отдельных файликах можно ходить по ключам разрешать не знаю выполняться судом без пароля ограничить что он может там выполнять можно еще как-нибудь это придумать да его настроить на разные действия вот на системе конечно на русском есть отмена действий кто есть отмена действий отмена действий чтобы типа ой чувак вернись назад я бы сказал что это делается так в гите конфигурацию откатились назад гитом и заново применили до этого оно работало значит можно накатить еще раз оно опять заработает у меня простой вопрос наверное был такой момент презентации что можно инфигурацию и дома сделать и на работе то есть это два разных проводя ну проводя тут без разницы можем указать выполняем все локально а может можешь локально просто у себя написал и сказать разверни вот прямо на моей машине выполни все эти команды спасибо спасибо да да есть возможность он проверит да да есть да сценарий действительно могут быть весьма сложные он может проверить синтаксис может сходить проверить текущее состояние да и сказать я не изменю вот это да но применять не будет есть оборудование которое немножко свою реализацию такого скажем на вспомнику примерах на швеске экспериментов да ну правда санис был у меня тогда не работал что скажем например берешь перед руками причем то есть ошибка заключается в том то что он не может прийти прийти как нет я когда еще пол экстрим это было давно можно поиграться с параметрами с hconfig если для экстрима этого как бы это не помогает то как вариант можно не знаю можно написать свой модуль транспорта который будет реализовывать именно видение протокола видение экстрим и оно будет ходить и делать то есть а это случайно не какой-нибудь как же что же ранцит нет ранцит ну это такая такая программка которая ходит по коммутаторам по сетевому оборудованию собирает конфиг и складывает куда-нибудь и я например а и 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 Я думаю, что вам как бы разобраться, почему он в реверсоединении, найти ту самую оптимальную конфигурацию для соединения. Да, можно. Конкретно в электриметворческом нет, но может быть уже кто-то написал. Ну, то есть, может быть, я просто не видел. А вы третий, наверное, построил просто бомб? Давай, удивляй. Какие были подводные карты? Подводные... Самые интересные? Когда, собственно, я вообще пришел к консибулу, когда передо мной встала как раз задача, надо сделать, короче, вот эти много задач на большом количестве хастов. я подумал, о-о-о, я слышал про Папет, я слышал про Шеф. Я так посмотрел на Папет и Шеф думал, я не хочу с этим работать. И тут как раз подвернулся Сианси был, он был достаточно шибко молодой еще, как бы там, ну, там действительно были ошибки, но это было еще нестабильная версия, еще не было первого стабильного релиза. Как таковых, каких-то подводных камней я не нашел. Скорее, больше было о-о-о, он еще и вот это умеет. Папет, он более легковесный, да, или чем он? Он... Провести анализ, насколько это легковесно? О-о-о, ну вы же с Папетом, наверное, работали, да? Да. Ну вот, вы видели вот описание задач? Проще? Ну, как бы, вот у меня просто других, вот, там, ставить какой-то агент. Зачем? Зачем мне это? Он будет там жить своей жизнью, отдельно думать, блин, а не придет ли там, не знаю, не придет ли этот агент куда-нибудь в другое место, да? И не скажут ему сделать еще что-то там. Может быть, надуманная какая-то проблема, но, может быть, это религиозное предпочтение. Да, да. Давайте по очереди. Нет? Да. Нет, ну, изменить себя экстрем-опорудование, и теперь он... Саша, почему ты вводишь консоль, если можешь там загрузить конфид на сервер? Не, я не хочу что-то поднимать сервер. А, вот. Это лишняя администрируемая единица. У меня есть скрип, который со всего остального оборудования сдергивает конфиди просто пачкой. Я не хочу поднимать сервер, ради одной же резки из 700. Такая ситуация. У тебя на нескольких машинах прозвернулся сценарий, а на нескольких он дал отлуп. То есть там что-то не так прошло. Ты можешь запустить для тех машин, для которых он не сработал? Да, он... Во-первых, там несколько вариантов запуска накатывания плейбука. Можно либо каждую задачу на все хосты одновременно накатывать, да, то есть накатили вот на все хосты первую задачу, потом следующую опять на все хосты. Можно накатывать... накатить-ка сначала задать в плейбук на два хоста, потом еще на два хоста, еще на два хоста. Вот ты ставишь... Накатывай по одному хосту, и если у тебя потом где-то что-то заткнется, ты ему говори... Проверил, что не так, чуть-чуть подправил и сказал продолжи. А он как по нажатию клавиш? Ну, как по нажатию клавиш? Нет, но ему нужно отдельно вызвать команду. Он прям, когда у него что-то не получилось, он сразу говорит, вот проверь и выполни вот эту вот команду, чтобы продолжить. Отказоустойчивые? Отказоустойчивые? То есть они параллельно вместе работают, они выходят из строя, дуно его поддерживают? Нет, но случайно ансибул это инструмент для того, чтобы накатить конфигурацию, ему не нужно быть отказоустойчивым. Нет. Нет, это если... Вот, например, если у вас там два папета, два сервера, возможно, там что-то нужно для этого. В данном случае нет, не надо. То есть вы делаете необходимую вам отказоустойчивую конфигурацию с помощью ансибул. То есть ансибул вам помогает, так сказать, сделать работу, а не вы делаете работу для ансибул. Такой вопрос. Вот взять, например, есть такая штука, называется Spice Valve. Но она в основном сделана для... Это Red Hat'овская, для управления... Низуру структурой. Да. Она сделана в основном для FF-дистрибутивов, для Dev'ов она кривая, это невозможно, и лучше даже не пытаться ее ставить. В ней есть такая функция, она может взять любой LDAP-каталон. Вот, например, у нас настроен AD Active Director, еще было, когда Винда стояла. Там есть... Кстати, они на всякий случай... Они уже в разработческую версию, разрабатываем уже вкоречили поддержку Винды, поэтому... Которые работают так же, по примеру, сходи как по СССРу, и выполни как по СССРу, чтобы... В результате чего у меня там есть операторы колл-центра, программисты и так далее. У них, они все записывали в LDAP-каталог Виндовый, к которому я подсоединил SpiceWell, то есть оттуда он взял информацию. И у меня там создана группа по этому LDAP-каталогу. Вот, то есть в результате у меня, примерно, уже колл-центру, обновительный фон. У меня есть сервер-обновление, где он уже обновлен, и я нажимаю там... Команду даю, что он везде обновил. А список узлов, он из LDAP-берет, я правильно понимаю? Да, вы можете использовать в качестве источника группу узлов в LDAP, спокойно. Если мне память не изменяет, оно прямо из коробки уже присутствует. То есть ему нужно будет параметры какой-то дополнительный поставить? В LDAP-каталог вписаны MAC-адреса, не IP-адреса, потому что там вы два же уже сетку меняете, это ширяем, потому что IP-телефония, у нас сейчас в зависимости от IP-телефонии получилась тысяча единиц IP-адресов. Вопрос заключается, может ли он по MAC-ам ходить? Да. А как? Может быть, сканировать каждый IP-ист? В принципе, да. В смысле спрашивать, я не знаю, там, расскажите мне, какой IP-шник у такого там MAC-а? Ну, я думаю, что нужно будет строчек 15 написать. Из коробки, я думаю, нет такого. Я вот сейчас ход-то не скажу, но, по-моему, там можно. Да. Возможно, там есть какие-то дополнительные параметры при создании, которые там как-то через запеку указываются. Да, да. В крайнем случае, ну, можно скостылить. Или дописать из комитета. Основной группы. Да, вот тут я... Можно? Можно? в качестве то есть тут стоит вопрос какой кроме ссс я бы сказал что это не протокол управления протокол транспорт именно транспорт если саша с коробки я думаю я просто вот я думаю что она сможет я как было но сильно проще такое дело то что я думаю более я уверен что конечно прям так зуб давать не буду что реализация тела это на питоне все таки есть если это есть вот значит можно прикрутить возможно вам может быть это вы еще не сделали возможно вам придется потратить какое-то время чтобы вот это сделать но это возможно что в смысле ходить по снмп я понял я думаю что я просто этого не делал честно говорю но я не вижу опять же в этом проблем нет конов она точно умеет она точно может прямо из коробки почти из коробки если вам нужно развернуть 1с я думаю он сможет я вообще не вижу проблем чтобы она не справилась я думаю можно уже наверняка кто-нибудь это дел не знаю возможно возможно а стоп маленький недавно хабра читал актив директории теперь позволяет добавлять кддс бак бред бред знаешь это как одно время макрософт говорил о том что у них наконец-ки безопасность у кербераса полная стала они всегда говорили что у них Zero Administration просто не подходишь компьютеру и Zero Administration и все так все правильно ты платишь деньги берешь отдельного человека и он делает все за тебя